Всем привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали ко мне на канал YouTube в новый шоппинг-влог. Сегодняшний шоппинг-влог будет очень необычный, потому что мы с вами будем примерять одежду и обувь. Это действительно необычно, потому что с уходом очень многих брендов, особенно брендов масс-маркета, выбор места, где можно примерить сразу и одежду, и обувь, очень сократился. Но сегодня мы с вами будем примерять новую коллекцию в лайме, кое-что примерим и из сейла тоже. И при этом каждому образу я подберу еще и стильную обувь. Лайм обувь не делает, поэтому обувь у нас будет с вами от бренда Аш. Мы посмотрим тоже новую текущую коллекцию, я вам расскажу, что сейчас актуально на примере коллекции Аш и примерим с вами полноценные образы. Если вам интересно посмотреть, что у меня получится, то оставайтесь со мной и давайте начинать. Ну а начнем мы с вами, как и всегда, по традиции, с обзора зала. В лайме уже была обновлена коллекция с тех пор, как мы с вами здесь были в прошлый раз. И вообще хочу сказать, что бренд, конечно, очень растет. И они молодцы и в плане коллекции, которую они выпускают, и в плане даже оформления пространства своих магазинов. Мы с вами сейчас находимся в Павелецкой плазе, и здесь лайм новый, уже в новой стилизации магазина, но он достаточно небольшой. Самый большой просторный лайм находится в авиапарке. Давайте посмотрим с вами, что есть. Есть новая коллекция. Вот там вот вдалеке есть еще кусочек сейла. Мне, конечно, очень хочется, как и всегда, по максимуму показать вам, что есть нового, красивого, интересного, помимо вот этого куста. Но, возможно, в сейл мы тоже заглянем. Вот тут, кстати, на островке на этом есть классная цепочка. С той стороны я не могла до нее добраться. Покажу вам вот так. Я вообще любитель, как вы знаете, цепей. Это мой неотъемлемый элемент практически любого образа, даже самого повседневного. И вот это вот вполне неплоха. Примерить я ее, естественно, не смогу, потому что украшения мерить нельзя. Ни в лайме, ни где-либо еще, кроме магазинов украшений. Сохраняйте себе артикул, если что. Вот моя вполне даже рекомендация. Прекрасное трикотажное платье. Лапша, так называемое, для обладательниц идеальной фигуры. Потому что она довольно тонкая. Но, конечно, будет подчеркивать даже рельеф вашей кожи. И бежевый цвет может дополнительно немножко увеличить. Похвалила, правда, платье. Но платье, конечно, красивое. Ну, для вот идеальной фигуры, либо для идеально уверенных в себе девушек. Это хороший вариант. Вот его артикул и стоимость. Вот такие вот платья. Вижу в двух цветах. Яркое, фиолетовое. И дальше за ним висит черное. Вполне простой, понятный вариант. Условно, платье-футляр. С небольшой изюминкой. Видите, внизу есть такой фигурный вырез. Это даже не разрез, это именно вырез. С арочкой. А в остальном просто платье по фигуре. Может быть, даже примерим с вами ради интереса. И у него здесь усиленное плечо. Есть, ну, не то чтобы прям подплечник. Но что-то там внутри есть. Какой-то мягкий поролончик. Классные яркие костюмы. Алый и фиолетовый. Хочется примерить, но не буду. Просто потому, что мы с вами мерили такой костюм. В лайме, тоже в красном, вот в этом красивом цвете. Но он тогда был изо льна. Это была предыдущая коллекция. Очень был красивый костюм. Я его вам советовала. Он прекрасно садился. Там было активное, такое немножко выведенное плечо. Прям сногсшибательное. Был уже влог с этим костюмом. Поэтому, если что, имейте в виду, что сейчас есть такой костюм. Но в более плотном материале. Тут уже практически осень на ощупь. Девочки, что происходит? У нас же еще только июль. Прям плотные брючки. Я не думаю, что это шерсть. Но они очень теплые. А у лайма все равно. Они не пишут здесь, к сожалению, состав. Но стоят причем 6600. Такие вот серые бананчики. Сейчас нет настроения мерить такое. Кстати, есть к ним еще и жакет. Хочется померить. Все-таки что-то пока еще летнее. Но имейте в виду, что уже есть даже осенние вещи. И вот рубашка с галстуком, например, есть. Вот этот вот вариант мне очень нравится. Как предложен костюм с шортами. Тоже довольно теплый. Мне очень нравится эта блузка. Я хочу ее померить. Я ее видела онлайн. И вот эти шорты. Тоже неплохие. Можно будет носить блузку с коротким рукавом. Можно будет носить и с теплыми, или полупрозрачными, или наоборот теплыми черными колготками в холодном сезоне. Но может быть примере. Классные, модные джинсы. Широкие трубы. Актуально носить сейчас такие. Либо намеренно покупая на несколько размеров больше для себя, чтобы они у вас падали на косточки бедра. Либо если это такая модель, то она изначально так на вас и сядет. Прямые. Вот может быть составлю какой-нибудь образ с ними. Посмотрим, сложится ли или нет. Но сами джинсы классные. Плотные джинса. Средняя вот на них написана посадка. То есть все-таки она будет не заниженная. Может быть тогда размерчик побольше стоит взять. А так средняя посадка. Прекрасно покрашены. Равномерно джинсы без странных потертостей. Стоят 4 тысячи. В целом в Zara они стоили столько же. Еще вот такой вот костюм. Очень красивого зеленого цвета. Малахитового такого примерно. Но специфические брюки. То есть жакет довольно классический. А брюки посмотрите вот здесь вот на манекене. Не знаю видно вам сейчас будет или нет. Они прям сильно расклешенные. Ну смотрится конечно интересно. На любителя нужен хороший рост. Чтобы носить такую модель. И не смотреться смешно. Вот такое вот платье. Мне в целом нравится. Я не фанат цветочного принта на черном цвете. Особенно для славянской внешности. Лучше выбирать светлый фон. Но в этом что-то есть. От платьев которые делает бренд Изабель Моран. А на Сейле кстати сейчас очень много летних платьев. Девочки. Лето еще у нас только перешагнуло за свою серединку. Платье летнее вам еще 100% понадобится. Но их можно купить вот на Сейле. Вот эта модель мне очень нравится. Хочу померить. Оно есть еще точно в черном цвете. И наверное да. Да это оно. Очень мне оно нравится в черном. Если будет мой размер. То я померю его для вас именно в черном цвете. Потому что оно должно смотреться. Ну вот XS или S. Что-нибудь такое выберу. Просто прекрасно. Прежде чем мы с вами отправимся в примерочную. Смотреть образы. Давайте подберем обувь. К образам которые будут подходить максимально круто. И для этого мы с вами отправимся в магазин Аш. Потому что здесь просто огромный выбор. В любом сезоне. Классные, стильные, актуальные обуви. Вообще Аш конечно славится своими кроссовками, кедами. Я вам тоже показывала уже неоднократно модельки именно отсюда. Потому что здесь они очень стильные, актуальные, легкие, удобные. Можно смело приобретать. И они будут актуальны. И будут носиться не один сезон из летней коллекции. Хочу вам показать модели из рафии. Потому что они просто конфетки. Это очень необычно. То есть это полностью натуральный материал. Натуральная рафия. Между прочим биоразлагаемый материал. И стилька соответственно натуральная кожа. Такие мюли тоже очаровательные. Можно носить и с платьями, и с брючным костюмом, и с джинсами. Будут замечательно смотреться. Цвет выбираем под свой гардероб. И в зависимости от того, хотим ли мы, чтобы пара обуви была у нас акцентом в образе. Или чтобы это была база, которая его просто дополняет. Например, тогда черный цвет. Вот эта модель просто замечательная. В молочном цвете, в лавандовом. Причем здесь натуральные красители. Как мне рассказали продавцы, специалисты в бренде. Я думаю, что нужно будет обязательно примерить вот такую вот модельку. Вот такие шлепки у нас актуальны уже тоже не первый сезон. Остаются актуальными на подошве, которая близка уже к платформе. Довольно широкая, высокая. И с пухлыми перемычками. Это могут быть и косички такие, просто гладкие перемычки. Это все у нас носится и будет носиться еще долго. Один из трендовых материалов этого сезона это махра. Как махровое полотенчико. Из нее все сделают и обувь, и сумки, и купальники, и просто одежду. В повседневную аваж есть вот такие вот очаровательные шлепки. Прекрасный вариант на самом деле даже для города. Но лучше сочетать с чем-то противоположным. То есть не совсем расслабленными образами. Типа шорты, какие-то рубашки. Я бы добавляла наоборот костюм. А здесь есть пример прекраснейшей базы. Для тех, кто сомневается насчет рафии, нужна ли она или нет. Или махрового полотенчика под ногами. Вот такие замечательные кожаные шлепанцы. С клепками, но очень аккуратными. Это не смотрится вычурно. Смотрится наоборот замечательно, как база. Просто чуть более стильная, оригинальная. Смотрите, какой красивый, хочется сказать, комплект. Но, естественно, это не комплект. Просто здесь стилизованный. Здорово. Сумка тоже из рафии. Двуцветное безумно красивое сочетание цветов. Синий и бежевый. Разные оттенки синего. С разными оттенками бежевого. Это очень вкусно. Ну и мне, конечно, очень нравятся вот эти мюли. Это кожа. Хорошая высота кабука. Очень удобная для жизни. В меру высокий. Не совсем маленький. Это уже не Китонхилл. Это все-таки каблучок. Но это и не шпилька. И причем, смотрите, что очень приятно. Обратим с вами внимание. Прекрасная скидка. Вместо 25,5. 15,990. Обалдеть. И есть еще вот такие цвета. Помимо вот этого вот бежевого, нюдового, есть стандартный черный, белый и интересный лавандовый. Абсолютно такая же модель. А есть моделька более классическая для Аши. Она, по-моему, у них уже не первый сезон. Просто переплетенные, без косичек. Просто пухленькие такие перемычки. Тоже мне очень нравится. На самом деле, вот эта модель будет вашей палочкой, выручалочкой все лето. Подо все и ко всему я это знаю, как человек, который носит белые босоножки просто каждый день, целый день летом. Это очень универсальная обувь. И для тех, кто не носит высокий каблук, но хочет что-то женственное, есть вот такая вот малюточка. Посмотрите, какой маленький каблучок. Но он уже сделает ваш силуэт, вашу походку девочке более женственной, чем просто плоские шлепки. Попробуйте, если вдруг не верите, попробуйте. Еще есть вот такие оригинальные пухляши. Очень мягкая, пухлая действительно кожа. Там явно чем-то внутри она набитым. И массивная тракторная подошва. Смотрится интересно. Оригинально и массивно, и женственно одновременно. И вот такие босоножки. Я тоже присмотрела еще до того, как сюда приезжала. Сразу скажу, что видела их на сайте. Очень стильно смотрится. Мне нравится в черном цвете. Есть также у нас нюдовый загарный оттенок. И такой прям вечериночный золотой. Смотрится круто. Вот эти вот перемычки. Они прям такие пухлые. Держат форму. Они как бы мягкие, но не продавливаются. Должны хорошо носиться и не деформироваться. Еще есть варианты сандалии. А-ля рыбацкие. Но тоже на прям весьма массивной подошве. Вот эти вот довольно такие увесистые, тяжеленькие. А есть вот такие вот в стиле Шанель немножко. Тоже на тракторной подошве. Они тяжелые, но не настолько. Вот такие модельки с заклепками в греческом стиле. А-ля гладиаторы. И на плоской подошве, и на хорошем устойчивом каблучке. Прекрасно впишутся в стиль боха, например. И вот эти вот шлепки. Очень классные. Так оригинально смотрятся. Не изи, которые, мне кажется, уже всем глаза замозолили. А вот эти вот тоже на массивной довольно подошве. Но с оригинальным таким переплетением сверху перемычками. И красивые цвета природной палитры. Вот такие мюли с переплетенной перемычкой в стиле ботейги. Это тоже актуальная модель. Мы тоже уже и носим их не первый сезон летний. И будем носить дальше. Поэтому, если вам они нравятся и подходят в гардеробу, то смело можно приобретать. Ну а теперь давайте начнем примерять образы. Первый образ из лайма, который я составила вместе с обувью Аш, выглядит вот так. Вы уже видите этот разрез на юбке? Вообще, сейчас я вижу в экране своего замечательного телефона, что он, к сожалению, совершенно неверно передает вам цвет костюма. Если цвет топа и цвет вот этих замечательных мюлей передается очень точно, то цвет костюма, ну вот сейчас юбка более-менее выглядит достоверно. Но он не синий, как я его вижу сейчас. Интересно, как будет в монтаже. Я вам напишу на экране. Хотя, знаете, лучше просто перейдите по ссылке в описании в инфобоксе. Там будут ссылки на все. На всю одежду. И на всю обувь. И также у меня для вас есть промокод в Аш, который даст вам скидку 10%. Вся подробная информация будет тоже в инфобоксе. Сейчас напишу вам ее на экране. Пользуйтесь обязательно, потому что это очень крутое предложение. И более того, скидка суммируется даже с сейлом. А теперь вернемся с вами к костюму. Костюм, в общем, в чем задумка этого образа? Это сочетание двух очень разных цветов, на которые в оригинале, в реальности, какие они есть, очень красиво смотрятся вместе. Два ярких цвета. Это фиолетовый. Вот он прям фиолетовый. Он ни в синеву не уходит, ни в желтизну никуда. Это прекрасный фиолетовый оттенок. И цвет. Вообще изначально я хотела найти такой же цвет, как у мюль. Такой вот оттенок гуакамоле, так называемый. Потому что он просто шикарно сочетается с этим фиолетовым. Сейчас вам немножко это будет видно. Но такого же топа, либо блузки в лайме, к сожалению, не нашлось. Наиболее подходящий был вот этот вот топ. Он довольно короткий. Чуть-чуть его удалось заправить в юбку, потому что она на высокой посадке. Но имейте в виду, что он короткий. Очень-очень вот такой вот тоненький. И, кстати, он на сейле. Не знаю, есть ли он онлайн. Постараюсь найти вам его на сайте, оставить ссылку. И, собственно говоря, костюм. Это новая коллекция. Однобортный жакет, у которого в стороны вот так расходятся борта. То есть даже в застегнутом виде он мне не мал. На мне размер S. Он мне даже скорее немножко великоват. Нужно попробовать XS. Хотя не очень хочется, чтобы он сильно сковывал движение. Возможно, оставить S для особой такой, знаете, нарочитой. Вот такой вот объемной нижней части. В общем, борта у него расходятся. Это задумка кроя. Не хватает ему, конечно, отпаривателя в жизни. Этому жакету. Тогда он бы смотрелся намного лучше, намного презентабельнее. И на мне юбка. Размер тоже S. Юбка-карандаш. Как бы просто, знаете, такая офисная, казалось бы, классика. Но сбоку, как вы уже видели, у нее шикарнейший разрез. Вот не пойму по размеру. Вот здесь вот везде наверху она сидит на мне очень хорошо. Ну, у нас у всех есть свои особенности. И мне чуть-чуть вот здесь вот не хватает объема, поэтому чуть-чуть здесь свободно. Но в общем и целом она сила прекрасно в размере S. Но при этом, как будто вот в этом вот месте как раз разреза ее чуть-чуть тянет. Хотя вроде бы и нет, вроде бы и да. В общем, пробуйте, девочки, меряйте. Мы все разные. У нас у всех разные строения и фигуры. Даже при одних и тех же объемах у нас могут быть разные. Визуально, в общем, мы выглядим по-разному. Я часто об этом говорю, что у кого-то, допустим, объем 90, это будут широкие бедра и плоская попа, прямым языком говоря. И выточки лягут одним образом, допустим. А у кого-то это может быть узкие бедра, могут быть и объемные ягодицы. И то же самое касается верха. Объемы груди, это может быть широкая грудная клетка, маленькая грудь или узкая грудная клетка, большая грудь. Поэтому нужно мерить. Но сам костюм, конечно, оригинален. Заслуживает нашего с вами внимания. Если вам на работу такое допустимо, то почему бы и нет? Полностью как костюм вне офиса. Я его вижу с трудом. Ну, то есть я бы на каждый день вот именно юбочный костюм с юбкой в длине за колено вряд ли бы надела на прогулку с подругами куда-нибудь в кафе. Отдельно жакет с какими-нибудь белыми расслабленными брюками, да. Отдельно юбку, возможно, вообще с каким-нибудь трикотажным свитшотом, да. Но вот вместе такой все-таки лично для меня более офисный вариант. И давайте посмотрим обувь. Во-первых, это совершенно шикарный цвет. Вот этот вот зеленовато-желтоватый оттенок гуакамоле. Как будто пирожечка из авокадо примерно сделана. Очень удобные мюли на маленьком каблучке. Вот такой вот он. Малюсенький, устойчивый, удобный. И, собственно говоря, рафия, про которую мы с вами разговаривали в зале, они такие забавные. Такие интересные и очень классный цвет. Не бойтесь его, он будет здорово смотреться с розовым. Естественно, с любым базовым цветом. Черным, белым, бежевым, серым. Этот оттенок зелено-желтого тоже будет смотреться хорошо. Можно пробовать его с красным сочетать, с синим конкретно, не с фиолетовым. В общем-то, с любым цветом. С зеленым только аккуратно, потому что цвет близок. И главное, чтобы оттенки не спорили. А в остальном, с теми же джинсами просто даже придумывать ничего не нужно, уже будет интересный акцент в образе. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрим следующий образ. И это образ платья. Образ одной вещи. Я решила таки примерить вот это мини в цветочный принт на черном фоне. Еще и с бархатным черным бантом на груди. Ну что я могу сказать? Платье, конечно, интересное. Для летних вечеринок, если вы онные посещаете, и в целом цветочный принт вам нравится, хороший вариант. Я все равно для себя выбирала бы на белом фоне. И в целом девушкам славянской светлой внешности хочется мне рекомендовать на белом фоне. Пускай там даже будут темные, черные, всякие разные цветы. Но на белом фоне это будет смотреться нежнее, гармоничнее, мягче, комплементарнее светлой внешности. У платья весьма короткая юбка. Причем она так сделана, сейчас я расправлю ее еще раз. Чуть-чуть по внешнему краю она длиннее, а по центру слегка вот так вот собрана наверх. Это на самом деле визуально немножко удлиняет ноги. В остальном платье имеет полную сборку вообще по всем местам. По центру, по бокам, по спинке оно везде имеет сборку. Это тоже такой немножко неоднозначный момент. С одной стороны сборка может нивелировать животик или что-то такое. С другой стороны в данном случае такое ощущение, что у меня наоборот появился живот, которого нет. Ну как бы драйва не было. В общем, не знаю, немножко неоднозначное. На мне сейчас платье без белья. Я думаю, что в целом по конструкции сюда поместится лифт. Если вам это необходимо и можно будет носить его с бельем. Спина у него полностью закрытая, поэтому с этим проблем никаких не будет. Также у платья свободные объемные рукава на манжете, которую можно подтянуть, открыть запястье. И тогда силуэт будет смотреться легче. А в остальном, если вы любите и носите мини, ну, хорошее, достойное платье. Сейчас поговорим про босоножки. К этому платью я подобрала шикарные эти самые босоножки с пухлыми перемычками сверху. Боже, какие они классные. На мне 39 размер. И первые мюли тоже были 39. Я вообще всю обувь, в принципе, я вам буду показывать в 39 размере. И могу сказать, что у меня обычно размер между 38 и 39. Вот здесь вот 39 прекрасные. Учитывая даже пухлые вот эти перемычки, очень часто обувь с пухлыми перемычками нужно брать на размер больше. Именно из-за этих самых перемычек. Но здесь 39 прекрасные. То есть никакие 40 точно мне не нужны. Очень они комфортные, мягкие. Вот прям мои фавориты на данную минуту. Сейчас посмотрим еще другие варианты. Но мне бы такие в гардеробе точно не помешали. Очень универсальная модель. И с джинсами, и с юбками, и с платьями, и с брюками, и с короткими, и с длинными. В общем, совсем можно их стилизовать. Полный образ выглядит вот таким вот образом. Простите за тавтологию. Чуть-чуть не хватает к нему загара. Но это уж как получилось. Субтитры сделал DimaTorzok В Lime так включили музыку, что я своих мыслей не слышу. Не то, что я не знаю, слышите ли вы меня. И мне, конечно, очень интересно, блокнет ли YouTube это видео из-за нарушения авторских прав. Очень надеюсь, что нет. В общем, поехали. Смотрим с вами следующий образ. Несмотря ни на что, и вопреки всему, я буду стараться говорить как можно громче. И на мне те самые джинсы, которые висели в зале, я взяла их в 36 размере. Вообще, обычно это мой размер джинсов. У меня иногда 34, иногда 36. И вот в 36 они мне как бы великоваты, но сидят они идеально. Если вы хотите вот такую вот модную а-ля мужскую посадку джинсов, хулиганскую, расслабленную. На косточках как раз таки они у меня сейчас сидят. Они прям сползают. И это то, что нужно, если вы хотите. Повторюсь, модную трендовую модель джинсов. Причем носить их можно, как я вам здесь показываю. И с женственной обувью как раз таки на контрасте, когда у вас мужские как будто джинсы вашего бойфренда. Но при этом вот такие женственные мюли с переплетениями. К слову, девочки, в этот раз на мне модель из аж в 40 размере. Тот самый случай, когда из-за пухлых перемычек сверху над ступней нужен размерчик побольше. Потому что, как вы видите, стопа у меня вот прям только-только лежит. Они мне небольшие, меньше, если бы был 39, они бы были мне малы. Я бы просто в них не прошла. То есть дальше нога не пролезает. Не то, что я их не до конца надела, видите, да, перед пальцами есть свободное место. Просто она не пролезает из-за пухленьких перемычек. Ну и, соответственно, пятка ложится вот четко. Там, где она должна быть в 40 размере. Я вам напишу в инфобоксе длину своей стопы. Один раз я не сразу это сделала, когда тоже мы с вами обсуждали обувь. В этот раз напишу сразу, поэтому проверяйте инфобокс. Там написана длина моей стопы. Вам для ориентира, чтобы вы могли понять, спроецировать на себя. Также на мне майка, модная майка-алкоголичка в рубчик, которая 100% уходит со мной после этого шоппинг-влога, потому что у меня такой в гардеробе нет. В сером цвете точно нет вообще. Да, и, по-моему, ни в белом, ни в черном у меня сейчас нет. Когда-то были, но я их уже все относила. Пора обновлять. И вот эта серая, размер XS, идеально. Просто приятнейший хлопок. Отлично сидит. Носить ее буду, пожалуй, без белья, но что? Она довольно длинная. Немножко сборит, но меня это не напрягает нисколько. Мне, наоборот, даже нравится, как это выглядит. А дальше на плече у меня свитшот с надписью. Мы, кстати, его... Не знаю, как показать. Сейчас надену. Мы его с вами видели в зале краем глазом. Вот такой вот крутецкий, модный, опять же, свитшот с надписью League. Это абсолютно в стиле надписей американских или британских колледжей. Оксфорд, что там еще может быть. Гарвард, все что угодно. Либо название штатов так часто пишут. Типа Калифорния, Лос-Анджелес город и так далее. Модно по-прежнему, актуально. Если нравится, покупайте, носите. Я взяла размер M, потому что такой свитшот должен на вас сидеть свободно. Можно даже L было пробовать, но мне M достаточно абсолютно по объему, по свободе. Поэтому я бы, учитывая мои параметры, кое вы тоже можете найти в инфобоксе, остановилась на M. Получается у нас вот такой вот. То есть я пытаюсь показать. Да, сначала можете носить майку, например, днем и просто набрасывать свитшот. Пока еще жарко, пока тепло, хулиганские образы, а потом надеть полностью свитшот. И это будет по-прежнему выглядеть стильно. Ничего сложного, ничего лишнего. Мы добавили немножко украшений и уже получается классный, актуальный, стильный образ. С кайфовой обувью, которую я, кстати, не договорила, вы можете заменить на кеды, на кроссовки, на рыбацкие сандалии, на какие-то сандалии деда, на а-ля. Вот мы видели с вами махровые, эти шлепочки замечательные. Но я выбрала эти мюли, чтобы, как я уже сказала вам в начале, дать контраст этому пацанскому такому образу с женственной обувью. Теперь давайте посмотрим платье, которое я вам показывала в зале. Супер секси вариант, конечно. Причем оно каким-то чудом, я честно не знаю, как вышло на распродажу. Прекрасное платье. По составу здесь точно есть лен, потому что оно немножко так колется, но оно такое красивое. Оно причем хоть и мини, но знаете, не микро-мини, вполне себе нормальная такая мини-длина. Бывают еще более короткие юбки, но, конечно, за счет оформления лифа смотрится оно просто сногсшибательно. Это, естественно, девочки, у нас платье для вечерних выходов, для свиданий. Прекрасный вариант на лето. На зиму все-таки будет холодновато. Мало того, что оно такое открытое спереди, так еще и спинка, как вы могли видеть, тоже у него очень открытое. Причем у него есть вот эта вот завязка, которая, вот она, можете ее сейчас видеть сзади. На самом деле, если честно, она, по-моему, вообще особо не нужна, потому что, в принципе, платье довольно хорошо держится даже за счет основных этих тонюсеньких бретелек по плечу, которые идут. Безумно красивая открытая спина, очень красивые выточки, которые идут ниже по спинке, по юбке. К этому платью я добавила те же босоножки, которые у нас уже были в одном из образов, ну, потому что они очень универсальные. Они на каблучке, прекрасно дополняют это мини-платье. Сюда можно также нюдовую обувь выбрать, но я захотела вот эти вот черненькие. Что здесь важно с платьем, девочки, это чтобы оно на вас село так, как нужно. Потому что, например, на мои все объемы и параметры S село идеально вот здесь внизу, оно не натянулось, его не стало вести, оно не обтянуло меня нигде. Оно прям четко от самой широкой точки бедра идет у меня пряменько вниз. Это так и должно быть прекрасно. Но вот сверху, я вам честно скажу, я бы не смогла его носить в S, мне нужно XS. Потому что у меня объем небольшой и, соответственно, я тут стою, как говорится, его руками держу, практически не сильно в нем двигаюсь. Оно даже вот здесь вот у меня, вы можете видеть, что отходит, здесь оно мне свободное. Но вот так у всех у нас разные объемы, перепады и нюансы. Если вы хотя бы, ну, немного больше меня сверху и такая же внизу, то сядет просто бомбически красиво. Я, к сожалению, не смогу себе это платье приобрести, хотя очень хотела бы, я вам честно скажу. Потому что это просто, ну, просто вау. Вроде как так просто, просто, а вроде как вау. Мне нравится. Могу советовать его тем, кто ищет для себя наряды для свиданий. И в комбинации с вот такими босоножками будет смотреться просто сногсшибательно. Посмотрим с вами еще один образ, который мне нравится просто безумно. От и до и вещи, и обувь, которая у нас здесь фигурирует, которая дополняет этот образ потрясающе, красивый, такой элегантный. Это абсолютно мой стиль. Я бы так оделась хоть куда, мне кажется. Вот так я бы пошла даже на встречу с подругой в кафе. Но ребенку в школу я бы, наверное, так и ряд для этого одела. Только если потом мне куда-то нужно идти по делам. Если бы я работала в офисе, я бы так одевалась 100%. Это тот случай, девочки, когда белый верх и черный низ, но не скучный ни верх, ни низ. Давайте разбираться. Во-первых, на мне очень красивый топ-жилет. То есть это жилет в виде топа, короче, но он не слишком длинный. И это не тот жилет, который мы бы с вами надевали, как комплект костюма «Тройка». То есть я не вижу его под жакетом. Он довольно широкий, он довольно плотненький, такой структурный. Поэтому это абсолютно самостоятельная вещь из фактурного, довольно плотного материала с лацканами. Что интересно, такая красивая, интересная деталь, как от жакета. И фигурный низ. Видите, я думаю вы, да, что по краям и на спинке он короче, а вперед уходит вот таким вот клином. Опять заиграла музыка на все деньги. Остается молиться, что YouTube не заблокирует видео. И внизу у меня брюки. Очень приятная ткань. Немножко сетиновый такой финиш. У нее, видите, они чуть-чуть на свету играют. Не матовая фактура, не полностью матовая. Причем на мне они в размере XS, поскольку хоть это и не сейл, но это единственные брюки, которые висели в зале. И должна вам сказать, что XS мне тесноват именно в талии, как это неудивительно. Вот здесь они абсолютно прекрасно сели, поэтому по талии мне нужна была бы S-ка. Невероятно, но факт. Обычно в лайме мне, ну необычно, но очень часто как раз-таки S-ки велики. И вот по талии нужен XS. Но здесь я прям, девочки, честно скажу, я дышу в половину сейчас, чтобы мы могли все это на мне посмотреть. И чем еще интересны брюки? Это внизу брючина. Я думаю, что сейчас он должно быть. Видно, у них есть разрез. Он зашит, вероятно, его можно распороть, если вы хотите, и во время ходьбы они у вас будут развиваться. То есть вы будете шагать, и вот этот вот разрез будет разлетаться. Либо, если хочется, можно оставить застрочными. Просто будет такая интересная небольшая деталь, не сильно привлекающая к себе внимание, но тем не менее она есть. И дополнила этот образ я, мюли, из рафии, плетеная, знаете, такие стили ботега Венета, в белосливочном цвете. Они не кипеные, белые, довольно практичный оттенок, не слишком белоснежный. И даже если они чуть-чуть у вас где-то запылятся, это будет не слишком видно. Комфортная, опять же, высота каблучка, я думаю, здесь сантиметров 5, может быть 6. Поэтому проходить на них можно весь день, и в них не жарко. В чем большой плюс, это же рафия, она дышит, в них абсолютно не жарко. Обувь в этом образе у нас поддерживает верх, здорово. И знаете, что еще классно? Это эффект просто супер осиной талии, я не знаю, видно вам сейчас или нет, должно быть видно. То есть брюки с посадкой на талию с высокой, и за счет широкого кроя жакета, талия, кажется, еще уже. Это смотрится очень интересно. Мне прям нравится этот образ, он такой стильный, ничего лишнего. Просто хорошие, интересные вещи, обувь, все как я люблю, и уже образ выглядит классно. Продолжение следует... Ну что, смотрим еще один образ на мне. Образ, в общем-то, тотал лук из зала, если честно, практически никогда так не делаю, если не сказать вообще никогда. Но тут захотелось показать, во-первых, эти вещи, а во-вторых, показать их вместе. Собственно, на мне костюм с шортами-бермудами, именно такими как бы офисными. К ним у меня есть вопросики. Также на мне абсолютно прозрачная блузка из органзы. Поэтому я покажу вам ее сегодня только под жакетом, девочки. Но могу сказать, что блузка классная, и я вам ее рекомендую. Ну, может быть, покажу как-нибудь аккуратненько, чуть-чуть сбоку рукав, чтобы вы видели, как он сидит. Но блузка классная. И, кстати, да, у нее вот эти вот две ленты, как мне весит эта музыка, потенциально завязываются на бант. Но мне захотелось сохранить такую, вот знаете, игра маскулиности и женственности, мужественности и сексуальности, именно женской. И я, ну, не то чтобы изобразила галстук, но не стала завязывать именно женственный бант, а просто оставила эти ленты практически развязанными. Только на один легкий узел завязав. И, собственно говоря, жакет. Давайте посмотрим на него в застегнутом виде, чтобы вы понимали, как он смотрится. Хотя здесь где-то еще жакет, ой, жакет защиты, и это немножко мешает, но, в принципе, выглядит он хорошо. У него не так акцентирована талия, как у предыдущего, как у самого первого, правильно я сказала, фиолетового. И не так расходится борта. На мне размер снова S, но он даже не выглядит настолько непропорционально, как фиолетовый. Фиолетовый за счет вот этого своеобразного кроя оказалось, что он невелик. А этот выглядит, в принципе, актуально свободным. У жакета в составе 64% полиэстера. И дальше там идет вискоза, плюс немножко еще эластана. Я вам честно скажу, девочки, вот тактильно это ощущается. Ощущается, что это не шерсть, а что-то искусственное. Но визуально он выглядит хорошо. А теперь, что касается шорт. Ну, они мне не понравились. Они меня разочаровали по длине. Мне хочется, чтобы они были хотя бы на 5 сантиметров длиннее. А можно вообще до середины колена. Вот это бы смотрелось очень круто. А так как-то немножко и не туда, и не сюда. Ну, я что-то не оценила совсем. Размер, кстати, S. Вот он сидит как раз-таки свободно. Свободно, и хотелось бы даже XS. Но, как бы, сейчас меряю S-ку. Шорты нет, жакет, в принципе, неплохой. Блузка классная, очень секси. Такие блузки полностью из органзы я бы сейчас носила с боди в цвет. То есть черная блузка, черная боди. И просто гладкая, без каких-то кружав, без чего-то. Просто гладкая боди. Можно, если вы можете себе позволить вам это комфортно, без чашек даже. То есть просто как купальник, условно. Вот такое боди, и сверху эту блузку. И смотреться тогда это будет не пошло и актуально. Потому что надеть вниз просто лифчик, условно, даже черный. Это выглядит не совсем актуально и современно. А вот с боди будет хорошо. Ну, и обувь здесь. На самом деле, могли бы быть, конечно, снова черные наши босоножки с пухлыми перемычками на каблучке. Но мне захотелось, во-первых, показать вам еще один вариант. Не такой, может быть, очевидный для многих. А, во-вторых, очень универсальные вот эти шлепки, которые комфортные до безумия. У них есть маленький каблучок. Это большой плюс, это правильно для ноги. Перемычка между пальчиками никак не тянет, не давит. Тоже в них комфортно и удобно. И в целом я прям довольна. Плюс с шортами это смотрится оригинально. Так, знаете, как будто вы вроде бы и в офисе, а вроде бы у вас и выходной. Если для вашей работы такое сочетание допустимо, я уже молчу про прозрачную блузку, но хотя бы про обувь, то я бы однозначно так носила. В принципе, я так и ношу. Я ношу бермуды с топами, с подобными какими-то городскими шлепками, с широкими перемычками или с пухлыми перемычками. Это абсолютно актуальная обувь. Я вам больше скажу, девочки, подобная обувь с широкими перемычками актуальна уже года три и будет актуальна дальше. Поэтому носите, покупайте абсолютно смело. Вам подобная пара прослужит не то, что ни один сезон, а даже и не два. Тем более, что в Аш обувь очень качественная. Она действительно будет долго носиться, плюс долго останется актуальной. Так что присмотритесь, очень классная. Ну что, мои хорошие, на сегодня у меня для вас все. Я надеюсь, что вы получили эстетическое, визуальное удовольствие за просмотром этого влога. Я лично получила удовольствие, снимая его для вас. Было много, в первую очередь, классной обуви, потому что с брендом Аш я знакома уже практически два года. И мне есть с чем сравнить, и я могу сказать вам, ручиться за то, что они делают отличную обувь по качеству, отличную обувь по визуалу. То есть она актуальна сегодняшнему дню практически любую пару, которую вы там возьмете. Мы с вами, собственно, это видели в зале. То есть я вам показывала практически все, что есть, и все это актуально. И носится она замечательно. И в лайме тоже есть удачные вещи, что-то я вот даже куплю себе. Это то, что мне действительно нужно. Я не покупаю вещи просто так, я покупаю то, что я знаю, что я буду носить. Носить много. Я на самом деле еще подумаю над джинсами, потому что джинсы очень и очень крутые. И мне понравилось, как они сели. Это то, что нужно. Я бы их носила и с плоским ходом, с кроссовками, с какими-нибудь, или с шлепками городскими как раз таки. Как, например, вот эти вот Аш, которые на мне сейчас. Поэтому есть что посмотреть. Я надеюсь, что вам понравилось. И если это так, я буду очень благодарна вам и за пальчик вверх, и за комментарии под видео. Давайте пообщаемся. С удовольствием увижусь с вами в новых видео. Увижусь с вами в своем телеграм-канале, во всех своих других социальных сетях, где меня можно найти по имени и фамилии. Ссылки есть внизу. Увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Подписывайтесь на другие мои соцсети и платформы. Будем дружить еще и там. Я вас обнимаю, желаю прекрасного дня и увидимся совсем скоро в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok